так друзья в общем очередное включение сейчас хочу попробовать вот такую вот масочку на какая-то на угле очищающая пузырьковая видите древесный уголь это какая-то вот сканлайт купил я ее по моему то ли в глобусе то ли в ашане не помню в общем вот такой вот процесс должен происходить сначала накладывать потом она начинает пузыриться применять ее нужно 10-15 минут и в общем после этого маска обещает что будут очищены поры подтянется овал лица сократятся морщинки в общем сейчас друзья попробую я вот так прекрасно выгляжу друзья эта маска пузырится сама собой то есть она когда вытаскиваешь и она просто черная но когда накладываешь ее на лицо на ней выступают вот эти вот пузыри и она немножко пузырится это чувствуется кожей то есть получается такой небольшой мини массаж в общем ребят смотрите она продолжают пузыриться все это время пока не сидите она пузырится все это время ощущаешь на себе это пузырение то есть идет такой микро массажик она продолжает выделять пены и все больше и больше не катана просто скорко потери ночью большую ребята это какой-то капец и он продолжает прибывать я не знаю как нее ж пено отделение контролировать уже Вот так просто поправляю, потому что под весом пены маска начинает немножечко съезжать. Тут вообще какой-то капец, как будто я, блин, не знаю, брею лицо. Так, друзья, ну что ж, вот перед вами результат действия этой маски угольной. У меня такое ощущение, что лицо прям как выбелено, то есть черные точки, да, вот где они есть, они выбеливаются. Они, конечно же, никуда не деваются, да, то есть они в коже остаются, но на время, видимо, они выбеливаются, и их становится вообще не видно, то есть лицо прям вот свежее, белое и такое, конечно же, мягкое на ощупь. В общем, маска прикольная и действительно, мне кажется, что лицо реально немножко подтягивается. Разбесилась? Разбесилась. Ой, как Андрюшенька тут строит, малыш. Молодец, мой хороший. Очень красивенько, очень красиво. Из магнитиков. Он как. Так вот так у нас происходит, друзья, сборы на море, кто чем занят. Ой, так, друзья, у нас вечер, наконец-то мы собрались. В общем, собирались весь день, это вообще что-то невозможное и выматывающее. У меня сейчас нет абсолютно никакого желания куда-то ехать. У детей насморк, умудрились подзаболеть немножко, как раз вовремя. Так, ну что, друзья, всем очередной привет. У нас 7 утра, а мы все стоим на том же месте. Никак не можем поехать. Дело в том, что мы вообще, это у нас какие-то ужасные сборы. Если честно, у меня даже нет уже никакого желания куда-то ехать, потому что такие сборы, они очень сильно утомляют. Вот, друзья, мы, во-первых, неделю отпуска у нашего папы уже прошла, потому что у него кончился срок у водительских прав. То есть с просроченными правами, естественно, ехать нельзя. Но, как оказалось, в ГИБДД это очень долгая процедура, не быстрая, поменять права. Вот, и он что-то очень долго ходил, ему сказали на сайте госуслуги записаться, он никак записаться не мог. А потом нужно прийти в ГИБДД очень рано, взять талончик. В общем, что-то там как в больнице, нужно с 5 утра занять очередь. Иначе ты приходишь там, например, где-то в 8 утра приходишь, да, талончики на тебе уже заканчиваются. Прикиньте, вот так он без результата несколько дней ходил. В итоге все-таки права ему дали, но у него как бы неделя отпуска прошла. То есть неделю отпуска мы потеряли, просидели здесь, никуда не ехали. Ладно, в общем, начали собираться. На сборы мы потратили целый день вчера. Это был какой-то кошмар, я не знаю. Вроде вещей не очень много берешь, но очень много сумок. В общем, все это ужасно утомило. И вчера уже вечером мы сели в машину, хотели поехать. Но у мужа что-то никак не утрамбовывались сумки, не упихивались. Время уже было 9 вечера, я думаю, куда мы сейчас поедем в ночь. Хотя он и хотел в ночь ехать. Я сказала, что в ночь ехать не надо, потому что мы будем не выставшись, это не дело. В результате поскандалили немножко. И вернулись домой, дома вот поспали. Сегодня встали в 6 утра. И вот сейчас опять вылезли. Сейчас вот, друзья, уже надеюсь, что наша поездка состоится. Рано утром. Когда мы доедем, я не знаю. По крайней мере, сегодня раннее утро пятницы. А когда доедем, в общем, я вам все расскажу. Смотрите, какой погодой провожает нас Владимир ужасный. У нас прям осень-осень. На улице достаточно прохладно. Ну, в общем, как сентябрь. Вот такая сентябрьская погода, дождь. Так, друзья, еще угадайте, что это такое. Это я начала вязать еще, наверное, в мае или в июне, не помню себе. Такую вот пляжную тунику на купальник, накидочку, крючком. Вот такой розовый цвет выбрала. Это пряжа Коко. И, в общем-то, я не успела, потому что она должна быть длинная. А смотрите, сколько всего лишь я связала. Ну, это вот одна часть. Здесь вот вторая, я ее просто не расправляю. Вот. И сейчас вот буду, взяла в дорогу. Сейчас буду в дороге сидеть и повязывать. Не знаю, как. Когда закончу. Возможно, конечно же, в этот отпуск я ее и не надену, потому что не успею закончить. Вязать еще много. Ну, по крайней мере, дело будет продолжаться. Ой, какой дождик. Дети пописать захотели. Дети захотели пописать. Идет дождик. Саш, давай быстрей. Все, перезаем. На, скорее. Саша, все, давайте скорее. Все, садимся в машиночку. Баку. На самом деле, не в Баку. Так, друзья. Мы, в общем, поехали через Рязань. Сейчас Рязань мы уже проехали. Вот. Остановились тут по небольшой нужде. Вот. И, друзья, тут уже намного теплее. Вот все еще Россия, но уже намного теплее, чем у нас. Хотя мы ехали всего несколько часов. Вот. Ну, вот проехали Рязань. И здесь уже заметно теплее. Здесь уже есть солнышко. В общем, мы поехали солнышко посмотреть. Потому что у нас половина лета была просто осенью. У нас не было солнца вообще. У нас лил дождь. И вот сейчас мы, можно сказать, за долгое время увидели, наконец, солнце. Если поедем дальше, дальше, наверное, будет только теплее. Это радует. Так что едем дальше. Все круто. Мы проехали Рязань. Во! Ну что, друзья, вот уже истемнело. Мы находимся на подъезде к Липецку и Ростову-на-Дону. Ну, правда, Ростов-на-Дону почти еще тысячи километров. Мы, в общем, на подъезде к Липецку, можно сказать. Вот она дорога. Уже стемнело. По моему виду, вы можете понять, что очень тепло уже. Уже можно на улице находиться без кофты. Вот так. Так что стоит отъехать немного южнее и уже тепло. Я очень люблю теплые вечера. Очень все прикольно. Мы сегодня ехали весь день. Вот, друзья, весь день почти без остановки. И только сейчас мы доехали. Вот он, видите, вот этот вот синенький знак. Там написано Ростов-на-Дону, Липецк. И какое-то хлевное. В общем, еще тут какое-то хлевное есть. Если честно, я не знаю, что это такое. Так что, если кто-то из хлевного, не обижайтесь, пожалуйста. Так, у нас 5 утра. Друзья, идите сюда. Ура! Мы доехали до моря. Сколько у нас прошло? Два дня и одна ночь. В общем, мы ехали два дня и одну ночь. Вчера целый день, ночь и сегодня целый день. Так, сейчас полпятого. И вот мы только приехали, еще даже не заселились. Ура, какой фонтанчик свеженький. Теплый? Ох, с ручки помочить после дороги. Мой кайки тут, мам. Мой кайки тут, мам. Мой кайки тут. Ее можно потрогать. Ура, 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 ура. А где наша комната? Андрюш, надень. Наверху? Надень. Саша, мы сейчас найдем. Саш. Папа, где наша комната? Вон тут администратор. Я не знаю. Вон маму ходит. Можешь поищем? Поищем. Саша, подойди ко мне, сядь на диван. Мама. Сюда, где мы сейчас находимся, это Туапсинский район, село Ольгинка. Вот, пансионат Орбита. Так, тут вот так вот скамеечки. Еще плюс ко всему, к этому сосново-морской воздух такое, тепло такое мягкое вообще. Так, здесь вот вход. Там происходит заселение. Вот так вот, тут очень, друзья, сосновый запах, прям иголочками. Елочками пахнет. Там детская площадочка. Тут такая лягушечка. А там белка бегает где-то. Вон они разбесились как. Белки, вы что, белки? Белки, вы что, белки? Ой, пускай, это не для захлеба. Чего это не? Ой. Супик какой-то с хлебушком. Хлебушек там плавает. Мойчики. Ну, вкусо? Ешь. Андрюша. Вкуси. Такой огромный зал вообще, ресторан. Чтобы здесь завтракать, обедать и ужинать трехразовое питание. Так, вышли мы вечером воздухом подышать. Сосновым. И какая-то там дискотека идет. Куда пошли? Без мамы. Саша. Себя. Можно подпевать. Так. Кальянная. Шашлычный дом. Это все на территории. А где Андрюша-то? А, тут можно так вот посидеть хорошо. Так, ребят, мы, в общем, заселились, доехали. Но сейчас так устали, что просто опять нету сил ничего снимать, естественно. Вот. Мы вот сейчас уже готовимся. Бай. Вот. Мы с мужем очень сильно устали. А. Дети-то, конечно, поспали в машине. Вот. А мы нет. А вот открываешь ящик в своем номере, а там вот. Интимный гель-смазка с увлажняющим пантанолом. И она еще и открыто использованная. Фу. Тут кто-то до нас жил, спал и смазывал. Продолжение следует... Продолжение следует...